Приедем на эту квартиру, когда будут возведены перегородки и посмотрим, что получилось. Очень важный момент. До начала штукатурных работ уже приедем на этот объект, когда будет сделана электрика. После того, как смонтировали электрику, сразу вешаем. И сейчас будем приступать к работам по монтажу отопления и водоснабжения. Это важно делать для того, чтобы не было... Всем привет! Сегодня мы в Королеве, улица Пионерская. Здесь двухкомнатная квартира, площадью 59 квадратных метров. В этом ролике покажу вам ремонт от начала и до конца. Погнали! Начали мы работы, как всегда, с проекта. Он уже готов. Сейчас осталось финальные правки внести, но уже утверждена планировка, а значит мы можем выходить на стройку. Сейчас будем демонтировать вот эти вот участки стен от застройщика, завозить материал и возводить перегородки. Очень важно еще, вот смотрите, обычно бывает, что застройщик оставляет мусор, бычки и так далее, остатки утеплителя. Все это будет вычищаться, чтобы здесь был порядок и чтобы потом этой пылью вы не дышали. Приедем на эту квартиру, когда будут возведены перегородки и посмотрим, что получилось. Закончили возведение перегородок. На все про все у нас ушло 4 дня. Общая площадь стен составила 59 квадратных метров. И вот посмотрите, сколько мусора осталось уже на первом этапе. То есть это старый пеноблок от застройщика, а также мешки от клея и кусочки газобетонного блока. Ну, по перегородкам вы знаете. То есть у нас в перемычках это уголок 40 на 40, толщина полки 4 миллиметра. Обязательно перед монтажом красим. Нужно, чтобы еще день они полежали, высохли и уже потом можно монтировать. Монтировать. Важно, что перед первым слоем тоже укладываем сетку. И дальше уже каждые три ряда тоже у нас базальтовая сетка идет. Вот сетка, три ряда, сетка, сетка. Не доходим до потолка 3 сантиметра, чтобы плита не давила на наши стены. И потом этот шов пропениваем. Также, когда электрику будем пропускать по потолку, пену легко протыкать и уже заводить кабель. Очень важный момент. До начала штукатурных работ нужно демонтировать отопительный прибор, сбить эту штукатурку от застройщика и уже потом наносить только свою. Если вы этого не сделаете, вероятность 90%, что эта штукатурка отвалится. Еще один важный момент. При возведении перегородок, об этом мало кто помнит, а сталкивается уже на финишных работах. То есть, вот у нас есть коридор, который имеет букву D, и мы формируем при помощи стен уже параллельные линии. То есть, максимально эта стена параллельно этой, и вот эта стена параллельно вот этой. Это сделано для того, чтобы при укладке чистовых покрытий у вас не было никаких подрезок вдоль стены. То есть, это будет выглядеть некрасиво, и поэтому, чтобы этого всего избежать, вы сразу делаете стены параллельно, максимально насколько это возможно, а уже при оштукатурении стен мы уже доводим там до идеала стены, чтобы вот здесь вот все у нас было параллельно друг другу. Следующий этап – это механизированная штукатурка стен по маякам. Приедем уже, когда все стены будут оштукатурены, и я вам покажу, как принимать штукатурку. Закончили механизированную штукатурку стен по маякам. Работы у нас заняли неделю. Еще неделя должна пройти, чтобы штукатурка полностью отдала влагу, и можно было приступать к следующему этапу. Следующий этап – это у нас электромонтажная работа. Вот видите, отопительный прибор, теплый воздух поступает вверх, и вот этот участок стены, он суше, чем по бокам. Также еще в процессе работ заменили окна. Теперь у нас стоит профиль рехауа, до этого стояли непонятные окна от достройщика. Вот эту стенку мы не штукатурили, эта стена ограничит соседями, и здесь будет уже сделана шумоизоляция. Стену загрунтовали для того, чтобы стена не пылила, и потом наш заказчик не дышал этой пылью. Следующий этап – это черновая электрика. Она у нас будет сделана по потолку. Приедем на этот объект, когда все будет готово. Материал уже приехал. Вот вы знаете, кабель конкордовский, гофра ДКС, клипсы ДКС, подрозетники. На работу у нас уйдет где-то неделю, дней 10, и приедем на этот объект, когда электрика будет сделана. Закончили электромонтажные работы. Всю электрику мы прокладываем по потолку серой ПВХ-гофре. Вот посмотрите, как аккуратно проложены провода. Еще важный момент – штробы только вертикальные, сверху, вниз, никаких под 45 градусов, никаких горизонтальных, строго вертикальные. После того, как смонтировали электрику, сразу вешаем самые дешевые розетки и выключатели, для того, чтобы проверить, как работает система. Вот, пожалуйста, временный выключатель. Включается, выключается свет. Также практически на каждый потребитель. Если у вас кабеля идут шлейфом, вы соединяете их при помощи ваг. Ваги покупаете с флажками. Это самые дешевые, примитивные ваги, которые идут на времянку. Вот, смотрите, как у вас работает освещение. Вот такой вот щиток собрали. ДИФ-автоматы, автоматы, вводной автомат, УЗО, кросс-модуль. Вот так должен выглядеть щиток на двухкомнатную квартиру. Тоже, смотрите, все кабеля строго вверх. За эти две недели успели сделать трассу для кондиционера. Вот у нас сам дренаж, а вот идет сама трасса. Наружный блок у нас за окном. Вот он висит. Вот так проложена трасса по потолку. И сейчас вам покажу, куда идет трасса дренажа. Она у нас идет самотеком, без помощи помпы. Вот, пожалуйста, над перемычкой. И будет уходить дальше в канализацию. На полу уложили шумонет 100 комби. Это шумогидровиброизоляция. Накрыли обычной полиэтиленовой пленкой 100 микрон, чтобы не запачкать шумонет. И сейчас будем приступать к работам по монтажу отопления и водоснабжения. И приедем на эту квартиру, когда работы по воде будут готовы. Закончили работы по монтажу водоснабжения, а также замену отопления от застройщика. Весь водомерный узел у нас расположился в санузле. Сейчас пройдемся по каждому элементу. Это у нас коллектор отопления, подача и обратка, проточный водонагреватель, система защиты от протечек, водные краны от производителя Авинтроп, редуктора давления, счетчики. Это коллектор на холодную и горячую воду. Все выводы подписаны, чтобы можно было понимать, какой экран за что отвечает. И стоит система инсталляции от производителя ТС. В ванне сделали выводы под ванную мойку. Здесь у нас будет стоять ванна, а здесь будет стоять подвесная тумба с раковиной. На кухне смонтировали трубчатый радиатор. Его немножко сместили влево, для того, чтобы, когда открывали окно на балкон, дверь не упиралась в радиатор. Во всех остальных комнатах поставили классический рефар монолит. Вот, пожалуйста, классический радиатор. По всей квартире замазали штробы. Вот видите, раствор еще не высох. Еще несколько дней, и штукатурка примет одинаковый цвет. После работ по сантехнике сделали полусухую стяжку около трех дней назад. И сейчас подняли пленку и пролили все водой. Это важно делать для того, чтобы не было никаких трещин на вашем основании. Проливаете водой и накрываете снова пленкой. Итак, в течение 5-6 дней ваша стяжка должна находиться под пленкой и ежедневно проливать ее водой. Можете просто из ведра разливать и уже веником разравнивать воду по поверхности. Вот такой инженерный ремонт получился у нашего подписчика. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok